Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дело в том, что муниципалитеты, которые ставят план заработать меньше, обычно зарабатывают наоборот больше. Свою роль играют инфляция, рост заработных плат на местах, бюджетное ассигнование, ну и приток инвестиций. По словам премьер-министра, есть опасения сознательного планирования доходов ниже прошлогоднего уровня, чтобы получить больше дотаций, ну и под конец года показать значительный профицит. Андрей Назаров отметил, что экономика в районах должна быть поступательной. Увеличение доходов происходит автоматически, хотим мы это или нет, потому что есть ряд предпосылок. Инфляция, ну и в связи с этим многие связаны. Все равно рост заработной платы идет, соответственно, ДФЛ растет, соответственно, товары дорожают. Ну, много чего меняется в сторону увеличения. Снижение-то надо какое-то чрезвычайное обстоятельство, чтобы снижение происходило. Вот. Поэтому, если такое планирование есть, то значит, либо непонимание процессов, либо умышленные искажения. Ну и ранее аналогичная тема была поднята во время выездного заседания правительства республики, посвященного развитию Уфимского района. Премьер-министр заявил о необходимости механизма, при котором муниципалитеты, демонстрирующие лучшие результаты, получали бы больше дотаций со стороны региона. Машкортостан. Лидер в Приволжском федеральном округе по поступлениям госпошлины, которые администрируют налоговые органы. За 11 месяцев прошлого года собрано почти 777 миллионов рублей. Такие цифры приводит Федеральная налоговая служба. По словам эксперта доктора экономических наук Рустама Ахунова, более четверти всей суммы, порядка 197 миллионов рублей, поступило в федеральную казну. Остальная часть свыше 580 миллионов. Это в местные бюджеты. Львиные доли средств – это сборы пошлины по делам, которые рассмотрели в арбитражном суде. Это госпошлина, главным образом, на 95% – это обращения в суды общей юрисдикции и мировые суды. Около 3% этих поступлений – это регистрационные действия, связанные с регистрацией юридических лиц и иных юридических действий и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и второе место в ПФО по общим поступлениям госпошлины. В прошлом году у Татарстана с показателем 745 миллионов. На третьей строчке Самарской области здесь собрано 719 миллионов рублей. 195 вагонов с кормами из подсолнечного широта отгрузили в Европу предприятие Башкортостан. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по республике. Общий объем реализованной продукции составляет почти 14 тысяч тонн. И это сопоставимо с тем объемом, который продали на экспорт в январе 2023 года. Образцы высокопротеиновых кормовых добавок для животных прошли этимологические и гербологические экспертизы. В лабораториях на каждый вагон продукции выдан фитосанитарный сертификат, но и подтверждение соответствия требованиям стран Евросоюза. По словам участников рынка, в прошлом году в целом по России произошел переизбыток производства широта для внутреннего рынка. Поэтому для его реализации актуален экспорт по более привлекательной цене. Экспорт это мера, которая позволяет нам убрать с рынка лишний объем широта, который мы не можем потребить в России. Практически вся Северная Европа покупала в том числе и российский подсолнечный широт. После начала спецоперации такие страны, как Норвегия, Дания отказалась от покупки, а Германия, Англия и прочие страны продолжают широт покупать. Также появился новый покупатель на подсолнечный широт, это Китай. Ну и также эксперт отметил, что маслоэкстракционным заводам республики не хватает сегодня сырья как для производства широта, так и непосредственно подсолнечного и рапсового масла. Поэтому переработчики будут готовы к увеличению объемов выращивания масличных культур и мощностей для этого достаточно. В Машкортостане планируют запретить строить новые скотомогильники соответствующей поправке. В региональный закон о ветеринарии подготовили депутаты госсобрания. Аналогичные изменения в федеральном законодательстве произошли в декабре прошлого года. Они предполагают использование ранее созданных скотомогильников с умеренно опасными биологическими отходами до 1 января 2030 года. Таким образом, они должны быть закрыты в течение 7 лет, исключением места захоронения отходов, зараженных сибирской язвой. Закрепляется, что обращения с биологическими отходами осуществляются организациями и гражданами, информация о которых включена в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Устанавливаются особенности содержания и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников. Ну и поправки в региональное законодательство планируется принять в первом чтении на заседании госсобрания в феврале. Уничтожать отходы будут на специально созданных объектах. На сегодня о скотомогильнике в Башкортостане есть практически в каждом сельсовете. Большинство состоят на балансах городов и районов, а деньги на их содержание выделяются в виде субвенций из республиканского бюджета. Ну и есть и такие объекты, которые принадлежат сельхозпредприятиям. И активисты 24 некоммерческих объединений Башкортостана станут наблюдателями на выборах президента России и главы региона. Соответствующие соглашения организации подписали с руководством Общественной палаты республики. В числе НКО, включенных в организацию избирательной кампании, гильдии адвокатов, молодежно-общественная палата при Курултае, союз журналистов, Лига молодежной политики, поисковые движения России и другие. Наблюдатели будут вести общественный контроль за ходом подготовки и проведения выборов, пресекать нарушения при подсчете голосов. Ну и чтобы знать, на что обращать внимание, представители НКО пройдут обучение в Общественной палате. Мы подписали соглашение с некоммерческим сектором. То есть общественные организации с удовольствием подключились к нашей работе подготовительной. Готовим мы 10 тысяч наблюдателей. Общественных на всех участках республики Башкортостана их более 3,5 тысяч. Ну и напомню, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Продолжается регистрация на онлайн-голосование. Также жители республики в этом году будут определяться и с именем главы Башкортостана. Единый день голосования запланирован на 8 сентября. К этому часу это все новости. Оставайтесь с РБК.